так стоп тх 11 и 4 строителя 4 строителя и тх 11 что всем здарова друзья с вами тим и это новый ролик по игрушке clash of clans вот и да ты который смотрит сейчас этот ролик обязательно ставь лайк иначе если ты не поставил лайк то у тебя будет на тх 13 4 строителя сегодня у нас немножко рофловый выпуск как вы знаете я уже очень давно не записываю переходы на какую-либо ратушу из-за того что я переснимал практически все переходы и с волшебными предметами из без волшебных предметов и на высоких ратушах и на низких ратушах и поэтому я не снимал но как я говорю сегодня у нас особый случай так как это аккаунт соклановца плюс еще и моего знакомого близкого так еще и в придачу тут есть что записать в плане того что это четыре строителя full тх 11 герой full профиль full в общем полностью все прокачано 183 уровень ладно бы если бы это была 10 или 11 ратуша рашерская какая-нибудь там 50 левел то записывать тут смысла бы не было но аккаунт полностью прокачены четвермя строителями это реально жестко и ну некоторые просто на это бы не пошли да безусловно сегодня я куплю уже пятого строителя но только представьте тх 12 с четвермя строителями это реально люто и я не знаю я вообще строителя купил без доната практически на тх 7 на третьем своем аккаунте с донатом так вообще можно на тх 3 купить пятого строителя а тут как бы тх 11 и он только что накопил гемчики на покупку пятого строителя это реально странно но раньше он тратил гемы можно сказать в пустоту и мы все это видели он даже насчет этого угорал и специально не покупал даже пятого строителя просто левал гемы на волшебные предметы или же просто в пустоту в какую-нибудь прокачку минимальную ну ладно в сторону этот аккаунт вы уже все поняли из-за чего я записываю сегодня ролик из-за того что он вот такой вот странненький немножко и да кстати у него левел на аккаунте выше чем у моей основе тх 13 по моему ну-ка где мой крах мелкий так где мой крах крах 177 level у него level выше чем у меня вы просто представите это 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 люто короче сегодня мы будем очень много тратить волшебных предметов очень много ресурсов хотя ресурсов не так много ресурсов тратится всегда много в конце золотого пропуска так как там дается по 25 миллионов но все равно ресурсов мы потратим сегодня нормально самое важное что он сделал это собрал все волшебные предметы кроме вот на ds но на ds нам вообще как бы они не нужны практически и сегодня мы постараемся вот это вот все заюзать чтобы все задействовано было в прокачку тх 12 изначально конечно же мы делаем с вами что нет не покупаем пятого строителя мы с вами прокачиваем тх а вот потом я уже куплю пятого строителя типа тх 12 с 4 строителями короче за молот мы с вами бац ставим тх 12 и моментально апаем двенадцатую ратушу естественно нас тут вылазить жительница так ну это мы все с вами знаем новые предметы кстати события что ли а просто туториалы какие-нибудь да все понятно так новое что у нас тут открывается это мастерская естественно так из дефа это потайная тесла адская башня ну и ловушки ловушки скорее всего я прям сейчас давайте выставлю чтобы просто не париться так как ловушки выставляются при переходе ну я я всегда выставляю кто как делает я не знаю но я лично всегда выставляю и кстати обязательно напишите в комментариях на какой ратуши вы купили пятого строителя ну и самое важное донатили ли вы на него или же не донатили просто без доната вот реально по факту можно на тх 7 уже находиться с пятью строителями благодаря там походу в мастер лигу в чемпион если сможете ну короче на лайте можно купить пять строителей на тх 7 я для себя тут немножко выписал как я буду тратить волшебные предметы потому что я давно не записывал переходы и как всегда я по-любому в чем-нибудь да и запутаюсь короче изначально мы наверное все таки купим пятого строителя потому что но он явно этого давно ждал поэтому нам нужно сразу же его прикупить кстати где все строители все вот вместе к своим братьям отправляйся теперь у него пять строителей кстати можно сразу же заюзать ускорение сборщиков потому что ну а чего не у него лежать будут что ли продавать за гемы тоже нет смысла так хотя бы плюс ресурсы сразу все пять банок потратим так следующее что мы купим это давайте мастерскую наверно так мы же сможем ее вы станет стоп семь с половиной миллионов а лаборатория сколько стоит у нас 8 миллионов да тогда давайте лабораторию ставим на прокачку и завершаем за книгу ну а мастерскую мы уже так за мастерскую мастерскую мы уже прокачаем за молот скорее всего кстати а мы сможем за молот мастерскую а мы выставить то не сможем за молот так ладно подождите молот строительство куплю мы сможем вообще за молот вытащить блин а мы же не Сможем этого сделать и нам нужно Капец конечно Я неправильно сделал Нам надо было молот на прокачку тратить А короче косяк Самый первый косяк у нас уже пошел Ну ладно тогда придется Юзать руну элика что нам теперь делать Нужно мастерскую нам хоть как выставлять Ибо это нужно Просто необходимо нам поэтому придется Выставлять Ну и тем более все ждут Как раз таки мастерскую на ТХ-12 Чтобы давать чтобы себе брать на халяву Кстати книга всего есть А книгу всего я хотел потратить На лабораторию Тогда давайте сюда Потратим книгу всего Я в общем немножко поменял планы Забыл про книгу строительства Ну и теперь у нас есть еще книга строительства И ее куда тратить я тоже пока что не знаю Следующее мы можем Улучшить с вами королеву Нам кстати немножко дарка не хватает Мы соберем или Ну да давайте уже соберем Все равно я руну элика уже заюзать не смогу Потому что я ее уже заюзал Поэтому нет смысла нам что-то собирать Короче прокачиваем королеву за 200 тысяч И юзаем книжицу Так У нас есть еще молот Да давайте молот наверное сейчас заюзаем Молот юзаем Теперь юзаем руну Дарка Моментально Руну дарка тоже юзаем И ставим на прокачку И не ставим на прокачку Просто офигительно Вот кто знал Блин Ну пас я конечно Тогда нам придется Нам придется прокачивать хранилище Я не знаю насколько это правильно Но Нет Скорее всего я буду клановую крепость улучшать Я что-то забыл про то что Вот так вот у нас Королева апается Дороже Намного Был бы пропуск Была бы она дешевая Я же всегда королеву с пропуском качал Но я думаю Все равно ему двоих героев качать Поэтому Перебьется короче он Я буду стоять кинга наверное Дарк нам хоть как нужно куда-то девать А сейчас я Тот же самый допустим Ту же самую хранку я поставить не смогу Так ладно Молот сразу же тратим на кк Потому что 40 мест тоже Это очень сильно помогает в атаках И я кк качаю моментально На лаборатории у него есть Два молота и две книги Но книги мы сейчас потратить не можем Потому что дарк мы весь слили И эликсира тоже нам не хватает на прокачку Поэтому он эти книги потратит попозже А молоты мы сейчас сольем Но я сейчас просто должен был Обязан просто был Поставить хотя бы одного героя Пускай это будет кинг Неважно Было бы конечно прекрасно Если бы я поставил королеву Так как она уже 53 левел была бы Но ничего страшного Он потом уже сам решит Кого будет тапать Будет двоих сразу качать Или же по одному В общем это его право Как хочет пускай так и делает Но сейчас мы за молот прокачиваем электрика Поэтому я его и готовлю Электрики просто топчик на ТХ-12 Третий левел как никак И поэтому их нужно качать изначально Так как они юзабельны на КВ И в глобале при фарме тоже Ну правда сейчас в глобале юзать беспонтово Потому что кубки низкие И нет смысла тут фигачить заброшки и прочее Итого На ТХ-12 у нас уже два вида Ну точнее Один юнит и одна банка у нас прокачаны Рейш фул Электрики фул на ТХ-12 Я конечно хотел за Ну за молот Также улучшить шариков Но так как мы купили молот строительства Я шариков уже улучшить не смогу Поэтому он этим займется чуть попозже Давайте сейчас также потратим с вами колечки У них Так у него их 24 Одного не хватит нам Ну и выставим еще новый дефенс Потому что Ну какая разница На ТХ-12 не так важен баланс Так как он и так уже здесь сильный Из-за прокачки дефа И ничего страшного не будет В том что он сейчас выставит все строения дефа Ну да изначально я конечно всегда говорил Что ну не стоит выставлять новый деф Но как вы знаете на ТХ-12 это только адская башня И только Тесла Поэтому без проблем я просто беру И выставляю все что у нас доступно при переходе То бишь я купил пятого строителя И выставил все строения Итого у нас остается два свободных строителя И как вы видите не так уж и много ресурсов Все у нас два строителя работают на дефенс И эликсир как вы понимаете тратить я наверное сейчас не буду Так как нам нужно эликсир зарабатывать на лабораторию Ну а золото мы будем тратить Я вот даже не знаю на что Что-нибудь такое лайтовое поставить нужно За 4 лямчика И заюзать руну А лайтовое за 4 лямчика Тут мы ничего не поставим Хранилище эликсира Кстати хранилище Это он тоже будет качать хоть как Это пригодится Поэтому мы делаем вот так У него тут по моему еще есть золото Ооо Ну мы живем по полному конечно Я конечно не хотел бы собирать все эти рессы Но раз уж они нам прилетели Мы ставим на прокачку еще и это И в итоге у нас все строители заняты Все работают То есть руну золота я ему оставлю на потом Когда у него не будет времени тратить Точнее фармить золото Он просто заюзает руну И все на этом Итого мы сейчас сможем заюзать с вами зелье строителей Ну и все в принципе Больше мы ничего заюзать пока что не сможем Остальное все такое Не часто пригодится Поэтому пускай лежит у него дальше так же Так зелье строителей ладно юзаем И кстати их довольно много Хоть как это ускорит прокачку Тем более эти строители не так уж и долго будут апать Один вообще 2 часа всего Поэтому за это время он успеет на что-нибудь да нафармить Ну а сейчас мы идем с вами глобал Будем потихонечку зарабатывать эликсир на лабораторию И да скажу еще одно У каждого цели на переход свои Кто-то допустим хочет участвовать в КВ И моментально прокачивает деф Самый основной Орла ТХ Адские башни Арбалеты ПВО И так далее А кому-то нужны просто сильные войска Чтобы играть Интересно что было Ну в общем чтобы эти войска помогали в атаках Вот я как раз таки такой И поэтому он уже решит сам Что он будет дальше прокачивать Но я бы на его месте К примеру вкачал бы Один качал бы лагерь строитель Другой качал бы хранилище Третий возможно открывал ети Ну и в придачу еще прокачивал бы ТХ То есть на каждое строение На каждый вид строения По одному строителю Ну лично я бы так стал прокачиваться Подбор еще не оклемался Так как перешел я недавно И пока что он ищет как для 11 ратуши Поэтому подбор такой себе С эликом челика я найти не смог Но мне как-то не важно кого сейчас бить Просто я хочу поиграть таким миксом Казалось бы ничего сильного не изменил Но тут есть клон спелл Которого я практически всегда избегаю И юзал последний раз Я его наверное год назад А сейчас хочу с камнебросом Его попробовать заюзать Ну не знаю что с этого выйдет Сейчас увидим Кстати кинга нету И танка у нас нету теперь Так надо сразу же поменять на воздух Ну и можно уже залетать электриками Так как королева у нас без кинга Ну да Все ей сейчас будет плохо А та та делает у нас чемпион Закидываем электриков еще Также не забываем про фриз Благо что у нас сейчас есть автоматическое прожатие И я просто даже не обращаю внимания на королевку Она автоматически у нас просто прожимается Накидываем наверное е Вот сюда вот рейдж Потом 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 Я не знаю куда накинуть еще у нас рейдж Но фриз е пока что экономлю И я думаю что я делаю правильно Сюда давайте рейдж накинем еще Ну и у нас Ёлки-палки А че он так быстро взорвался Я че-то даже не заметил Кто вообще урон нанес По камнебросателю такой Адская башня высосала что ли Или че Но клон спелл я заюзал Скорее всего криво заюзал И он дал какие-то свои плоды Которых я не увидел Хе-хе Ну такое конечно У меня электрики че-то в начале катки все погибли Наверное я дурак из-за того Что я напал в начале касатскими на сингл Ну такое короче Тест оказался у нас не очень Попробую сейчас реабилитироваться И взять три звезды Смотрите какого соперника я нашел По сути это ТХ-10 Но на самом деле выставлено ТХ-12 Даже по забору и по дефу Видно что это ТХ-10 По прокачке Но Все равно я что-то переживаю Бас сейчас не возьму Будет очень обидно Так ладно давайте начнем Постараюсь сейчас клон заюзать правильно Изначально мы вот так вот проверим все-таки А то в той катке я не проверил Хоть и шариков у нас мало Но бывают такие случаи когда 4 бомбочки красненьких Ловятся моментально Так закидываем всех электриков что есть И да кстати я забыл что этот соперничек У нас уже без клановой крепости Ой без клановой крепости говорю Без орла Без орла он Без орла как бы проще Челики бьются Поэтому мне кажется тут три звезды будут Простые Но это не точно Прожимаем прямо сейчас Хранителя Пойдет у нас первый фриз Немножко косой Надо было мне еще зафризить ПВОшку я что-то не заметил И еще один фриз вот сюда Так как у нас там Появился чистильщик И да кстати я забыл клон спелл Просто офигительно Ладно я заюзаю его здесь И да кстати У нас все электрик появился Плюс один электрик Заюзаем еще один фриз И последний рейджик Я заюзаю вот сюда Так как у нас войск Толком больше не осталось Ну и три звезды Как вы понимаете тут не будет Что-то пошло не так И в итоге атака у нас Тупо слилась Или же Нет Три звезды у нас тут не будет Надо было клон спелл Юзать намного раньше Ну такое Микс мне не очень Это травится Но почему-то этого челика Не осилил Хотя он по прокачке Не такой уж и сильный Странно Либо электрики слабые Либо Либо я не знаю Что влияет на мою атаку Короче Что-то атаки у нас Сегодня не получаются Но да ладно Не получится сейчас Получится на стримчанском Что не будет Годное замутить На основном своем аккаунте Так у меня освободился Уже строитель Тесла прапалась Ну и я на данный момент Поставлю еще одну хранку И считай хранилище У него уже будут Через 5 дней фул А точнее Сколько там буста Еще 4 часа практически буста То есть буст только начался Можно сказать Ну около Так 10 часов 4 часа Так это около полтора дня Ну примерно Давайте так скажем 4 4 дня где-то будет у него апаться Хранилище Так что Я думаю он этого подождет И как раз таки Потом будет ставить На прокачку Либо героев Либо лакеря Либо еще что-либо Но на сегодня Прокачка закончена Этого аккаунта Всем спасибо за просмотр Этого ролика Всем удачки Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok